Первый опыт России, когда мы, скажем так, сотрудничали с заведением учебным и дали бриф. И вот прям я лично и мы в команде очень были довольны, когда выбрали именно этот бриф, потому что у нас был на выбор несколько вариантов, потому что он, естественно, дает возможность подумать широко, долгосрочно, и там прям очень много информации, которую можно подчеркнуть, и те идеи, которые мы предложили, они были максимально и проработаны, и, естественно, можно реализовывать, и то, как мы действительно их, наверное, решали. Поэтому большое спасибо в школе, большое спасибо за идеи. Uber — это очень молодая компания, она возникла в 2009 году, мы постоянно находимся в поиске новых идей, нестандартных подходов, стараемся реализовывать все самое инновационное. Это касается и технической стороны нашего приложения, технологической, и касается нашего маркетинга. Я впечатлена уровнем тех идей, которые были презентованы сегодня. Я думаю, что это такое было взаимовыгодное, если это можно сказать, сотрудничество, когда мы, со своей стороны, почерпнули очень много нестандартных подходов к решению, казалось бы, таких достаточно стандартных вещей. И я думаю, что наш бриф был таким полезным упражнением для людей, которые здесь собрались, люди разных возрастов, профессий, разного опыта. Я думаю, что это такое было очень позитивное, взаимовыгодное сотрудничество. На самом деле, больше всего запомнилось, понравилось такое разнообразие взглядов, палитров. То есть здесь были ребята, которые делают стратегию на уровне государства, как развивать какие-то территории и со стороны креативных агентств, со стороны медиа-агентств, со стороны бизнес-коммуникаций. Ну и каждый из них специалист именно в своей сфере. Ты приходишь сюда, и они вот как раз вот эти свои экспертные сливки всего своего опыта, там за плечами у человека 18 лет, 15 лет в крупных западных компаниях, в крупных западных агентствах. И вот все, что они накопили, они здесь такой просто концентрат выдают своего опыта и знаний. Ну и это такая практические вещи, которые просто брать и делать, поэтому было очень-очень полезно, очень интересно. На самом деле территория Британии арт-плея всегда классная, я всегда ее любил. А тут новая возможность попасть на интенсив, по стратегии, то, чего мне не хватало, как арт-директору, как визуальщику, человеку со стороны визуальных коммуникаций. И я уже говорил Алексу, что те ожидания, которые у меня были по поводу стратегии, по поводу курса, по поводу тренеров, лекторов, материала, ожидания были сверхоправданы и дико счастлив, дико доволен, что все это получилось, что это случилось. И спасибо Алексу за организацию. И спасибо всем тренерам, кто помог прокачаться. На этот курс я записалась, по-моему, в числе первых. И на тот момент, к счастью, наверное, к сожалению, не знаю, но мой выбор был продиктован не тем, что куратором этого курса являлся Алекс, потому что теперь, когда я буду знать, что он куратор какого-то курса, я обязательно в него запишусь. Скорее, я был продиктован любопытством и потребностью профессионального определения, потому что я постоянно попадаю в какие-то крайности. Мне хочется понять, хочу ли я дальше заниматься маркетингу после 14 лет в индустрии, или я хочу попробовать себя в чем-то еще. Я получила колоссальный совершенно опыт и от общения с теми людьми, которые приходили в качестве кураторов, и от понимания некоторых законов, по которым, в частности, живут люди, которые преподают в таких курсах, что для меня тоже, безусловно, интересно. И я поняла, что одна идея, созданная когда-то талантливым человеком, может прожить достаточно долгий промежуток времени, глядя на Колю Хлопова, например, или на Петю Михайловского, которые рассказывают о вещах, в общем-то, достаточно состоявшихся, но при этом они со временем не теряют своей актуальности, а только вырастают в цене как кейсы профессионального мастерства. Это всегда очень интересно. Интересно, что можно этим людям задавать неудобные вопросы, и они радостно на проведенной обстановке на них отвечают. Потому что, когда те же вопросы задают клиенты, это всегда вызывает какой-то негатив, подозрение, что сейчас у нас ничего не купят. А здесь ты реально можешь почувствовать себя и в той, и в другой роли, поиграть сама с собой с точки зрения того, как ты смотришь на происходящее, с точки зрения своего ощущения в этом процессе. И что еще более приятно, можно точно так же в определенной обстановке прощупать и свой, собственно говоря, уровень профессионализма, понять, на что ты способна, на что ты готова, каков твой профессиональный ценз, и есть у тебя куда еще расти. Я для себя, наверное, с неудовольствием выяснила, что есть вещи, которым, к сожалению, нельзя научиться, но это правда. И, к сожалению, есть недосягаемые высоты, к которым можно стремиться в душе. Нельзя, к сожалению, наверное, их достичь, но можно прикоснуться благодаря таким прекрасным курсам и такому прекрасному менеджменту и организационному таланту Алекса. Большое ему спасибо за это. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!